Только что с министром обсуждали производство вакцин, поставок вакцин из Российской Федерации и производство по технологиям России. Забегая вперед, скажу, что в этом году мы будем иметь свою вакцину. Но молодцы ученые наши и министр здравоохранения, они делают небольшую паузу для чего? Потому что не знаем, какой штамм вируса будет. Ну, он же мутирует. Конечно. Вот к осени что мы будем иметь? Принес он мне уже вакцины, которые по вашим технологиям, российским технологиям. Мы уже осуществляем розлив этих вакцин, он мне принес и доложил. Много мы говорили о дальнейшем развитии нашего сотрудничества в сфере здравоохранения. Получим свою вакцину. Я попросил его, чтобы он пригласил российских ученых или туда поехали, чтобы они приинспектировали наше изобретение. Это будет добрый пример единения подходов и общий опыт. Мы уже имеем очень серьезные в этом плане наработки. Мы еще раз хотим поблагодарить вас за то внимание, которое вот буквально вчера вы уделили визиту делегации Приморского края. Тому вниманию, которое уделили Олегу Николаевичу Кожемякову. Мы всегда ему внимания уделяем. И, конечно, те предложения, которые подготовлены правительством Приморского края в адрес строительного комплекса Беларуси, в адрес тех производителей промышленной продукции, продукции агросектора, они очень масштабны. И с учетом уникального положения Дальнего Востока в системе отношений с КНР и с другими странами АТР, это может для Беларуси, для производителей реального сектора экономики республики дать совершенно новое качество, новую прибыль, очевидные выгоды. И мы верим, что так и будет в самое ближайшее время. Вы знаете, я думаю, что нам придется открыть новое направление сотрудничества с Китаем через Дальний Восток. Вполне реально. У Олега Кожемяка там колоссальные связи, он мне рассказывал, с китайцами. Они привозят, продают на всю Россию идет товар. Дальний Восток туда свободно продает многие товары. Ну а почему бы нам, Владимир Владимирович, не воспользоваться этим каналом? Через Дальний Восток и на Восточный Китай. И АТР. Да, да, и Азиатско-Тихоокеанский регион поставлять свою продукцию. Это для нас очень интересно. Я поеду туда. И проработать дальше? Да, проработать надо до августа. Возможно, мне удастся вырваться туда в августе и очень серьезно поговорить. А с другой стороны, с другими же регионами у нас отличные отношения. И нам надо больше внимания уделять в рамках союзного государства этим проектам. Именно с регионами. Россия огромная. И стараться решить там какие-то конкретные вопросы через правительство, даже президента, ну, наверное, это будет неправильно. Там должны решаться глобальные вопросы. По горизонтали. Совершенно верно. Продолжение следует.